Создание ГУЗ-соединения между устройствами Для создания ГУЗ-соединения между устройствами щелчком выберите устройство и вызовите меню правой кнопкой мыши. Выберите пункт «Редактировать ICD». В открывшемся окне слева отображена информационная модель устройства в соответствии с файлом описания ICD, а справа – доступные команды создания и удаления наборов данных и блоков управления ГУЗ-сообщениями, отчетами и журналами. При создании коммуникаций в соответствии с МЭК-61850 важно руководствоваться доступными в данном устройстве коммуникационными возможностями, которые описаны в разделе «Сервисы» в информационной модели. Можем видеть, что рассматриваемое устройство поддерживает 8 ГУЗ-сообщений на отправку и позволяет свободно конфигурировать имя блок управления отправкой ГУЗ-сообщений и набора данных. Для определения места размещения набора данных и соответствующих блоков управления следует руководствоваться документацией производителей устройств, а также описаниями информационной модели. Для рассматриваемого устройства можем видеть, что набор данных и блоки управления должны размещаться в логическом устройстве CFG. Наборы данных и блоки управления всегда размещаются в логическом узле LLN0. Для создания набора данных выберите этот логический узел и нажмите клавишу «Создать датасет». Задайте наименование набора данных и его описание. Для добавления элементов данных вновь обратитесь к информационной модели слева. С щелчком выберите логический узел данной, из которого вы хотите добавить в набор. В раскрывающемся списке внизу выберите объекты и атрибуты данных и далее нажмите клавишу «Добавить объект данных» справа. Для некоторых устройств важно вместе с фактическим значением данных передавать в ГУЗ-сообщение и также бит качества Q, поэтому его также следует добавить в набор. После добавления всех необходимых данных нажмите клавишу «Сохранить» и «Обновить». Убедитесь, что созданный набор данных добавлен в информационную модель. Аналогично можно создать блок управления отправкой ГУЗ-сообщений. Атлан не позволит создать блок управления в неположенном месте вне узла LLN0. Задайте имя ГУЗ-сообщения, описание, идентификатор ГУЗ-сообщения GoID и выберите набор данных, который будет передаваться в сообщении. Для проверки корректности введенных данных нажмите клавишу «Просмотреть». В окне будет выведена информация, которая будет доставлена в CID-файл. Сохраните созданный блок управления и обновите дерево. Убедитесь, что блок управления был добавлен в информационную модель. Аналогично вы можете создать другие наборы данных и блоки управления. Закройте окно с конфигурацией. Атлан предложит сохранить все сделанные изменения для того, чтобы обновить конфигурации в файлах CID. Для завершения процедуры конфигурации следует проложить логическое соединение между устройствами. Данная процедура будет соответствовать добавлению информации в раздел «Communications» файла CID. В библиотеке соединений выберите тип соединения Goose P2P для передачи данных одному устройству или Goose Multi для изображения передачи одновременно нескольким устройствам. Проложите соединение от логического узла отправителя к логическому узлу-приемнику. Задайте имя Goose-сообщения, как оно будет отображаться в графических материалах. Задайте идентификаторы Goose-сообщения в соответствии с МЭК 61850, App ID, Priority at VLAN, идентификатор VLAN, Multicast MAC-адрес, максимальный и минимальный интервал передачи. Выберите блок управления отправкой Goose-сообщений из доступных в данном устройстве. Для документирования по назначению принятых данных на элементы данных логического узла устройства-приемника нажмите на клавишу «Редактировать полученные данные». В открывшемся окне слева отображается информация о данных, передаваемых в Goose-сообщении, а в правой части — информационная модель устройства-приемника. Руководствуясь сопроводительной документацией производителя, выберите логический узел, на который следует назначить принятые данные. По завершении выбора нажмите клавишу «Далее». Выберите вид, на котором будет отображаться соединение. После завершения прокладки Goose-сообщения может быть сформировано описание конфигурации подстанции в формате SCD. Для этого выберите меню «Инструменты» и пункт «Конфигурация устройства». Во вкладке MAC 61850 задайте имя формируемого SCD-файла. Опция «Описание конфигурации подстанции в SCD» недоступна до полного подписания проекта, однако при выборе «Сформировать все CID» в папке Draft будет сформирован рабочий файл SCD. После сохранения файла SCD Атлан также предложит обновить файлы конфигурации CID. Для этого потребуется сохранить проект. Файлы конфигурации при этом будут размещены в корневой папке проекта, а файл описания подстанции SCD будет размещен в папке Draft. Продолжение следует...